И возвращаясь к теме узбекско-российского сотрудничества. В рамках визита в нашу страну делегации во главе с Генеральным прокурором Российской Федерации состоялись встречи, направленные на обозначение перспективных направлений правового сотрудничества, а также на дальнейшее развитие взаимодействия между правоохранительными органами двух стран. Парк Новый Узбекистан стал первым адресом посещения делегации из России, где в знак глубокого уважения к истории и современному развитию нашей страны узом «Дружба между народами двух государств» состоялось в возложении цветов к подножию монумента независимости. Экскурсия по парку отразила богатую историю, прозвучали теплые и искренние слова, олицетворяющие большое уважение к проводимым по инициативе руководителя нашей страны реформам в Узбекистане. После чего члены делегации посетили правоохранительную академию Генеральной прокуратуры, ознакомились с ее учебно-научным потенциалом. Заново организованная по инициативе главы государства и ставшая широкомасштабным учебным заведением, она вызвала очень большой интерес у делегации, возглавляемой Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Гостям рассказали о структуре Академии, ее основных направлениях деятельности, организации подготовки, переподготовки и повышении квалификации сотрудников прокуратуры и следственных органов в учебном процессе. Еще одна основная встреча, согласно повестке дня, состоялась в Генеральной прокуратуре в форме собраний с участием представителей органов прокуратуры нашей страны и членов российской делегации. Говорили о планах на перспективу. Генеральный прокурор Узбекистана представил подробную информацию относительно реализуемых по инициативе главы нашего государства реформ в социально-экономической, судебно-правовой и других сферах, а также новшеств в законодательстве, проводимые Генеральной прокуратурой в системе работы по дальнейшему ее развитию, потенциала сотрудников, исполнения поручений, процессов следствия и дознания, новых методов, применяемых в борьбе с киберпредступностью и коррупцией, что получило высокую оценку российской стороны. Согласованы совместные перспективные планы по всем правовым направлениям, взаимному обмену опытом и эффективному его использованию на практике по многим другим направлениям деятельности. В ходе дружественного и конструктивного диалога стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и определили приоритетные направления дальнейшего развития межведомственного взаимодействия. Достигнута договоренность по обмену опытом в сфере профилактики правонарушений и преступности, в частности к киберпреступлениям и по другим видам организованной преступности, внедрения в деятельность органов прокуратуры информационно-коммуникационных технологий, а также по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации прокурорских сотрудников. Согласно программе мероприятия, во второй половине дня гости побывали в музее органов прокуратуры Узбекистана, где говорилось о прошлом судебно-правовой системе страны, сути и значения реализуемых сегодня реформ. В частности, как отмечалось, с 2017 года на основе инициативы главы нашего государства органы прокуратуры превратились в народную прокуратуру, которая внедрила в практику новые подходы, а в основе преобразования интереса человека. Впечатления, полученные от ознакомления с различными в этом плане экспонатами, нашли свое отражение в пожеланиях, оставленных в книге почетных гостей. Второй день начался с экскурсий по достопримечательным местам столицы. Гости посетили Парк Победы и возложили цветы к монументу о достойкости. Вспомнив кровопролитные дни и годы Второй мировой войны, отдали дань уважения тем, кто, не щадя себя, пал на полях сражений во имя сегодняшней мирной и спокойной жизни. Каждый экспонат музея повествует о героизме наших предков, их бесстрашии и отваге, любви к родной земле. Далее состоялось ознакомление с работой, направленной на обеспечение спокойствия населения. Очередной адрес – Единый центр оперативного управления ГУВД города Ташкента. Организованный согласно постановлению руководителя страны в 2021 году и оснащенный современным оборудованием. Его деятельность строится на основе программы геоинформационной и электронной карты. Она направлена в частности на обеспечение безопасности городов и махалей, ранее выявление правонарушений, автоматический анализ оперативной обстановки и криминогенной ситуации посредством усиления эффективного сотрудничества ответственных ведомств, что имеет важное значение в оценке проблем. Это все вызвало у членов делегации большой интерес. Очередная локация, ведущая свою деятельность на основе передовых технологий IT-парк. Впечатляют условия, созданные для эффективной работы. Ее результаты гости изъявили желание расширить сотрудничество и в этом направлении. В рамках визита российской делегации в нашу страну также внимание акцентировалось и на деятельности президентских школ, в которых, говоря словами руководителя нашей страны, воспитывается и получает знания «Золотой фонд Узбекистана». В частности, гости побывали в одной из них, расположенной в Мирзо-Лугбекском районе столицы, где им были представлены условия, созданные для учеников и педагогов. Не скрывая свое восхищение, ими члены делегации с интересом беседовали с учащимися. В целом, на сегодняшний день налажено сотрудничество сторон и в сфере образования. Диалог затронул вопросы его дальнейшего развития перспективных проектов по обмену опытом. Напомним, визит в нашу страну делегации во главе с Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым продолжается.